друзья приветствую вас на нашем канале к сожалению я забыла взять солнцезащитные очки выбегала из дома очень торопилась и солнце вот светит мне прямо в глаза поэтому прошу прощения за то что я не всегда буду смотреть в камеру сегодня я хочу вам рассказать о том каким образом можно запросить политическое убежище в испании кто может его запросить и самое главное как это сделать дело в том что более 100 тысяч претендентов запрашивают ежегодно политическое убежище в испании потому что в стране действует международный закон о защите но этот закон состоит из двух разделов и если первый раздел в основном всем знаком это раздел касается тех он граждан у которых либо есть риск преследования в их стране либо уже их преследует в их стране есть риск угрозы их жизнью или здоровью за их политические взгляды и религиозные убеждения сексуальную ориентацию если они чувствуют какую-то дискриминацию расовую да то этого достаточно для того чтобы запросить политическое убежище в испании но есть и второй раздел этого международного закона о защите это как бы вторичная защита и вот об этом разделе мало кто знает дело в том что по этому разделу можно запросить убежище в испании гражданам тех стран которые втянуты военные конфликты в данном случае по этому разделу можно обратиться за убежищем в испании абсолютно всем гражданам украины и также тем гражданам россии которые не хотят быть втянуты в военный конфликт и не хотят брать оружие не не хотят быть призванными и не хотят вообще быть втянутыми в эту войну. Поэтому гражданам обеих стран, как Украины, так и России, можно претендовать на получение именно убежища по вторичной защите вот этого международного закона о защите. Поэтому, дорогие мужественные и свободолюбивые украинцы, вы можете рассчитывать на положительное решение в этом вопросе, точно так же, как и граждане-россияне, которых практически рвет на части от вот такой сложившейся тяжелой ситуации. Я знаю, что из Украины сейчас невозможно выехать мужчинам призывного возраста, что на границах разворачиваются автобусы, высаживают мужчин и отправляют обратно в Украину, не дают пересечь границу страны, к сожалению. И даже не выпускают водителей автобусов, потому что это мужчины, как правило. Поэтому сейчас из Испании на границу с Румынией, Румыния, Украина, Польша, там Украина, выехали волонтеры, водители, которые имеют соответствующие категории водительских удостоверений, для того, чтобы привезти сюда, в страну, граждан, которые вынуждены покидают сейчас свои дома в Украине. Итак, как реально на практике воспользоваться этим правом получить убежище Испании? Вы можете обратиться либо в консульство Испании в своей стране, но опять же в Украине, по-моему, сейчас это сделать невозможно. И вы можете обратиться здесь непосредственно уже на территории Испании в несколько организаций, но самое главное вам обратиться здесь в полицию. Кстати, ссылку на организацию, которая помогает решить вопросы, связанные с беженством, которая помогает материально, которая помогает даже взять ситы в полицию для подачи досье. Вот ссылочку на эту организацию и ссылочку на сайт, на котором можно взять ситы в полицию, мы оставим под нашим видео. Смотрите, переходите. Итак, первое, что вам надо сделать по приезду в Испанию, это в течение одного месяца. Вам надо обязательно подать пакет документов в полицию. То есть вам надо не просрочить вот эти первые 30 дней. Для того, чтобы подать документы, надо иметь ситу. Это как бы встречу, где назначают дату и время. Вот эти ситы надо брать абсолютно на каждого члена семьи. Даже если с вами годовалый ребенок, неважно. Сита берется на каждого в отдельности, вбиваются на сайте паспортные данные, дата рождения. Прежде всего, вы должны выбрать провинцию, в которой вы будете подаваться. И после этого уже вы смотрите, есть ли свободные доступные даты и время вот эти ситы или нет. Если их нет, сильно не расстраивайтесь. Это нормальная ситуация. Будьте готовы к тому, что эти ситы вы будете вылавливать круглосуточно. Каждую свободную минуту заново и заново вбивайте свои данные и пробуйте ловить эти ситы. В полиции на первой встрече полицейский будет заполнять как бы чек-лист. Это такую анкету, где будет задавать вам вопросы. Ну, понятно, что идентифицирующие вашу личность, даты рождения, где вы родились, почему вы выехали из своей страны, почему вы приехали именно в Испанию, почему вы не выбрали какую-то либо другую страну Евросоюза. Это один из важных тоже вопросов. Почему именно вы приехали в Испанию, и вы должны очень аргументированно и коротко изложить, что вам угрожает, почему вам угрожает именно сослаться на военные действия, на военный конфликт в своей стране, то есть на боевые действия, которые ведутся в вашей стране, и обязательно приложить фото, видео, материалы, подтверждающие ваши слова. Это в основном, конечно, касается граждан Украины, граждане России. Значит, вы тоже, кроме своих слов и аргументов и своей гражданской позиции, которую вы четко тоже должны изложить, что вы против войны, вы тоже должны подкрепить свои слова документами, фотографиями, видео. Может быть, вы участвовали в каких-то митингах, в пикетах, допустим. Может быть, вас даже где-то в полицейский участок забирали из-за вашей вот такой гражданской принципиальной позиции, или еще как-то. То есть, друзья, одних слов это очень мало. У вас примут документы к рассмотрению, конечно, но вам могут и отказать, поскольку если для граждан Украины здесь более все очевидно, потому что война ведется именно в их стране, то для граждан России надо обязательно доказать фактически документами и фотографиями свою принципиальную гражданскую позицию. Может быть, вы лидер какого-то движения, или участник каких-то акций, протестов и так далее. То есть, подготовьтесь заранее. Возможно, что вы приложите какую-то переписку в социальных сетях, какие-то посты. Возможно, что полицейский, который будет первую встречу с вами проводить, он и не совсем в курсе всех этих тонкостей, конфликтов и так далее. Поэтому лучше всего либо изложить все грамотно на бумаге, либо в электронном виде, изложить всю суть вашего имена обращения. И это можно сделать на своем родном языке. В последствии, при принятии дальнейших решений к рассмотрению вашего дела, вам будет предоставлен бесплатный адвокат, и вам будет предоставлена возможность бесплатного перевода ваших документов, и вам будет присвоено ниетам и так далее. Но вот на первом этапе даже вполне достаточно без перевода на испанский язык подавать документы на своем родном языке, то есть документы, которые подтверждают ваше обращение, то есть ваши слова, и непосредственно вот саму историю, которая у вас будет изложена, она тоже может быть изложена на вашем родном языке. Пока будут рассматривать ваше дело, вам выдадут документ, подтверждающий ваше обращение за политическим убежищем Испании именно по вторичной защите, закон о международной защите. И этот документ, выданный на 9 месяцев, даст вам возможность абсолютно легально проживать в Испании. То есть это такой как бы временный вид на жительство. Через 6 месяцев после вашего обращения, если ваше обращение будет удовлетворено, вам выдадут красную карту, тархету, и у вас появится право на работу, при том любую работу, как наемным сотрудникам, как индивидуальным предпринимателям, вообще без ограничения на любой вид деятельности. В итоге, если ваше дело получит одобрение, вам выдается документ, идентифицирующий вашу личность, он очень похож на паспорт гражданина Испании, но такой вы не является, выдают его на 5 лет. С этим документом вы можете свободно перемещаться по всей территории Евросоюза и вообще по всему миру, но только в те страны, например, как Америка, вы должны будете запрашивать туристическую визу. Единственное, что вам нельзя будет сделать, это вам нельзя въезжать в страну своего гражданства, из которой вы выехали. То есть, если вы в этот период вернетесь на Украину, в Украину, как принято говорить, на какой-то период, или в Россию, вас лишат вот этого статуса ВНЖ по политическому убежищу. Это надо очень хорошо сознавать и понимать. Но зато через 5 лет вы имеете полное право на получение гражданства Испании. То есть, через 5 лет вы можете стать полноценным гражданином Испании. И вот уже тогда, пожалуйста, вы можете свободно въезжать в свою страну сколь угодно раз, это совершенно уже будет ничем не лимитироваться, ничем не ограничиваться. Так, друзья, что же делать, если вы не успели взять Ситу в первый месяц вашего пребывания в Испании? Идите в организацию CR, ссылка под нашим видео. В этой организации вам помогут взять такую Ситу. Вполне возможно, что вам придется ждать встречи, первой встречи в полиции 2 и 3 месяца. Но в это время вы не останетесь брошенными, поскольку в любом случае вам будет оказана посильная гуманитарная помощь. То есть, ни голодными, ни без крыши над головой вы не окажетесь. То есть, эта организация помогает беженцам. И вплоть до того, что дает жительство, то есть имеется в виду крышу над головой, возможно, вас поселят в какие-то коммунальные квартиры, возможно, в отдельную, возможно, в хостел. Но это уже не так будет принципиально. Я думаю, плюс-минус удобство все равно везде есть. Будут помогать вам решать вопросы какие-то бытовые, необходимые, вопросы вообще первой какой-то жизненной необходимости. Кроме того, вы получите возможность бесплатно изучать испанский язык. И как минимум на полгода вас обеспечат бесплатными курсами испанского языка. Ну и, естественно, медицинским обслуживанием. Хотя надо сказать, что, например, вот в провинции Валенсия в любом случае медицинское обслуживание бесплатно и медициной обеспечивают всех, кто здесь нуждается. Вот. Но это не касается граждан, которые приехали сюда как финансово независимые, получив вид на жительство без права на работу. Кстати, вот граждане, которые приезжают в Испании по виду на жительство без права на работу, имеют право подавать на гражданство Испании только через 10 лет проживания в стране. Такая организация, как СИАР, она вам обязательно поможет на первичном этапе. Точно так же можно обращаться и в Красный Крест. И после первой вашей встречи в полиции, где вам откатают пальчики, вам назначат обязательно собеседование, то есть вторую встречу. И вот на вот этом собеседовании, которое может длиться 3 часа, 5 часов, это зависит уже от настроения полицейского, вообще от его расположения к вам, вы должны будете рассказать всю вашу душесчипательную, так скажем, и тяжелую историю, почему именно вам пришлось, почему вы вынуждены были бросить свой дом, свою страну, свою работу, свой привычный образ жизни, все, что вы имели, все, чем вы дорожили, почему вы вынуждены были это бросить, понимаете? И плюс, конечно, еще вам здесь надо будет объяснить, почему вы выбрали именно Испанию. Потому что такие ответы, как иногда говорят, ну, потому что здесь климат мне подходит, вот, или, например, потому что мне нравятся отношения людей здесь к иностранцам, это, конечно, не проходит, потому что надо понимать, когда вы бежите от войны, когда вы бежите от угрозы, вы уже не выбираете, где лучше, да? Вы уже бежите, имеется в виду ту страну, где вот лучше, а может, тут еще лучше, а вот я туда убегу или сюда. Нет, вы просто убегаете туда, где безопасно. После того, как вам присвоят НИЕ здесь, в Испании, вы уже сможете вообще свободно и открыть счет в испанском банке. Без НИЕ вы этого не сможете здесь делать практически, но очень сложно, во всяком случае, вы можете это сделать только без НИЕ, в BBVA, как правило, с медицинской страховкой, которая тоже очень дорогая, со страхованием здоровья, вот. Но когда вы будете уже иметь НИЕ, вам будет гораздо проще открыть счет в испанском банке. Опять же, благотворительные организации во многом помогают это сделать, во всяком случае, консультируют, какие нужны документы, в какой лучше банк пойти и как это правильно сделать и оформить. Но уже для открытия счета в банке вы, конечно, должны будете все документы предоставить переведенные на испанский язык, при том именно на территории Испании они должны быть переведены, легализованы, то есть выполнен должен быть хурада-перевод. Вот, поэтому, друзья, конечно, когда вы получите работу через полгода, после того, как вы сюда въедете в Испанию, безусловно, жизнь станет легче и проще, и у вас будет еще и НИЕ, и вы сможете, опять же, элементарные какие-то вещи сделать, то есть арендовать квартиру уже самостоятельно, какая вам нравится, и в эту квартиру подключить интернет, без НИЕ тоже это невозможно сделать. Вот, поэтому много вопросов вам поможет решить вот этот ваш официальный статус. Но я-то хочу сказать, что даже если в конечном итоге ваше дело не будет рассмотрено положительно и доведено до логического завершения с положительным результатом, вы можете остаться здесь нелегально и легализовываться уже по оседлости, прожив в Испании три года. Но для этого надо обязательно иметь прописку, в Испании непрерывную прописку на протяжении трех лет, но это уже тема другого разговора. Вот, я надеюсь, что сегодняшнее видео, может быть, поможет вам принять какое-то правильное решение, может быть, добавит немножко вам смелости и уверенности, и вы рискнете приехать в Испанию. Кто-то какое-то короткое время, да, может прожить здесь в безопасности, вот, и получая образование в том числе, и поправив свое здоровье. Ну вот, а кто-то, может быть, останется на совсем в Испании, полюбит эту страну и будет строить здесь свою новую жизнь. Но в любом случае я желаю всем прежде всего мира, и чтобы этот просто сумасшедший кошмар закончился как можно быстрее. Всего вам доброго!